добрый вечер добрый день дорогие друзья вот заставили стоять в круге чувствовать себя волком или волчицей во время охоты да ну ничего иногда ограничения бывают во благо я хочу сделать небольшую связку между выступлением блистательного леонида смехова и моим анекдот когда у известного астролога спрашивают скажите пожалуйста какой из драгоценных камней вас защищает ну какой вот например от злобного манипулятора какой вот под руку попался ту первым тот и защищает а насчет ли выступления темы леонида смехова понятно почему здесь я хочу сразу вам немножко спойлернуть открыть как вы думаете давайте минутку пообщаемся из положенных семи минут какие инвестиции самые лучшие самые выгодные на ваш взгляд вот так хорошо давайте про инвестиции как про инвестиции сейчас бизнес какой в нефть ой она скоро закончится и она заканчивается необратимо ее обратно невозможно сделать уран тоже закончится но близко к урану что находится там же где находится нефть уран лучше подальше от урана золото да а рядом золото не деньги это эквивалент социальный эквивалент золото на самом деле никакой ценности сами по себе не имеют серебро да а рядом со златом и серебром над чем еще чахнет кощей драгоценные камни друзья вот я привлекаю внимание да драгоценные камни на самом деле это не метафора драгоценные камни только для посетителей этой конференции очень секретный материал являются наилучшей инвестиции включая золото серебро но даже лучше потому что вы можете вставить маленький крошечный камушек но который будет стоить несколько десятков миллионов долларов самую простую оправу и провести через любую границу ребята на таможне не обижайтесь на меня но это все по закону надеюсь тут таможенников нет а если есть то все по закону и так драгоценные камни это лучший вид инвестиции к сожалению в казахстане еще очень мало известны к сожалению в казахстане очень мало находится разработок таких больших профессиональных драгоценных камней но причем тут тема моего выступления а при том что человеческие качества и мы с вами похожи на драгоценные камни каждый также не повторим считается что каждый ограненный драгоценный камень имеет собственную стоимость уникальную неповторимую так скажем технологическую карту и приравнивается к произведению искусства они неповторимы только это не касается бесцветных бриллиантов и у драгоценных камней есть три свойства три качества по которых по которым их оценивают это цвет чистота и размер точно так же у каждого из нас существует целый набор наших качеств наше физическое тело является материальным грубо материальным слепком может быть для кого-то сейчас будет разрыв шаблона энергетических тел как известно у человека есть семь основных чакр каждый из которых отвечает за работу наших внутренних систем и также управляется драгоценными камнями и так рассмотрим на примере материального и духовного и потом будет ясно почему я это все объединила на уровне первых трех чакр это идет речь о наших желаниях и наших страхах достаточно материальных подчиняющихся уму тому самому конгломерату который управляет нашим эго это страхи и желания по системе масло где-то ну наверное так скажем половина этой пирамиды снизу вверх это безопасность это стремление к размножению еда питье общение социальное признание и прочее за эти три чакры отвечает камень рубин и точно так же как этот рубин может быть природным который родился в недрах планеты земля в течение десятков сотен миллионов лет под огромным давлением и при огромнейших температурах точно так же у нас и он является настоящим бывают рубины поддельные просто стекло пластик или же синтетический рубин выращены человека в лаборатории это самая страшная подделка и о чем здесь можно сказать что когда человек на своем поведении показывает вам какие-то действия какие-то желания и страсти или страхи которую не соответствуют на самом деле тому что он имеет за душой естественно опять отсылка к теме леонида смехова то мы говорим именно о манипулировании и о самых страшных видах манипуляции которые порождают действительных тиранов процесс над которым мы сейчас имеем счастье или несчастье с вами лиц и зреть а также порождают самые пагубные зависимости это наркологические алкогольные сексологические да да есть зависимость от секса это самая настоящая зависимость шопоголизм лудомания то есть это ничего такое неприличное слово игромания зависимость человека человека от азартных игр зависимость от острых адреналиновых ощущений этого те люди которые прыгают с парашютом бесконечно с тарзанки с параплана ну и прочие вот такие радости экстремистского полубытия до поры до времени калечатся но все равно не туда идут вся эта суть сводится к тому что этих людей к сожалению не усваивается или недостаточно вырабатывается два нейромедиатора это серотонин и дофамин и именно они вызывают такие страшные болезни как болезнь паркинсона или же вызывают всякие разные зависимости что с этим можно делать можно купить хороший настоящий рубин пусть он будет самого низкого качества но он будет настоящий и его носить кажется что совет на уровне бабки-гадалки зеленого базара так или не так проверьте оно работает по крайней мере вы приобретете достаточно инвестиционный камень только пожалуйста не покупайте рубины которые называются глаз фальт то есть залитые стеклом они никакого инвестиционного значения не имеет от слова совсем поднимаемся по нашим чакрам и чувствам выше мы погружаемся в царство более высоких чувств желание творческой самореализации чувство сопричастности к большому красивому к искусству чувство радости от того что мы можем сделать что-то хорошее другим людям здесь находится умонастроение благотворители меценатов и за все за это отвечает замечательный зеленый камень какой изумруд да изумруд это самый наверное древний камень он древнее даже бриллианта бриллиант это мы знаем это граненый алмаз то что мы вытаскиваем из земли это кристалл алмаза когда он попадает в руки огранщикой при выходе из этих рук получается бриллиант ну так вот изумруд самый самый древний камень и самое лучшее месторождение изумруда находится может кто не знает где это колумбия южная америка здесь в первую очередь ценится его цвет это камень уникум он феноменален по количеству минералогических включений свой состав этот камень имеет множество оттенков от неонового доз почти черного и в нем целое царствие внутренней жизни и внутренних включений соответственно когда приобретаем изумруд смотрим в первую очередь на его цвет и прозрачности сильно от изумруда можно не ожидать и она очень редко и она феноменально бьет по цене цена сразу взлетает до десятков тысяч долларов за карат и так на уровне где у нас располагается срединная горловая чакра эти чакры они отвечают уже за словесную активность как мы знаем у животных язык он есть язык общения он есть не обязательно он вербален это язык химии запахов феромонов это язык телодвижений это язык каких-то звуков но достаточно ограниченный самый конечно богатый язык это у людей ну к сожалению не у всех людей ну как у тех кто много читает наверное да и конечно у всех присутствующих здесь поэтому если вы будете в себе развивать вот эти вот ваши настоящие изумрудные качества говорить не прямо в лоб а так чтобы вас человек понял не с позиции ты а с позиции я не с позиции ты виновата или ты плохой а с позиции я бы хотел мне было бы приятно и я тебя понимаю то тогда вы будете всегда услышаны и вы будете на переговорах достаточно а то и в очень высокой степени эффективны если вы будете здесь а этот уровень уже вот этих двух чакра намного более высок чем уровень достаточно приземленных желаний потребностей соответственно мало кто из нас сейчас реализует желание потребности в грубой животной форме ну мало какой мужчина конечно если он совсем не больной будет бить женщину не знаю там камнем по голове и волочь в пещеру да как предполагается делали первобытные люди сейчас у мужчин это целый ритуал и неизвестно чем он еще закончится и многие мужчины году почему же я вожу ее по ресторанам и театрам и по выставкам она до сих пор воротит от меня нос но извините такая реальность современности женщина современная должна выбирать наилучший источник своего генофонда для будущих детей все правильно как-то мы себя более менее умеем нас держит закон вот в этих рамках трех чакр нижних наше поведение больше нас держит страх страх то же самое как говорил леонид упоминал здесь чувство вины чувство стыда то есть нами да где-то манипулируют это опять-таки манипуляция во благо иначе мы бы превратились бы в толпу совершенно озверевших людей один из которых я надеюсь что ему все-таки дадут пожизненно здесь вы тоже надеетесь друзья вот пусть так и будет пусть закон восторжествует иначе закон салтанат зачем он был принят он должен работать правда же на более высоком уровне изумрудные энергии наши это уровень повышенной осознанности и если здесь мы позволим себе в первую очередь быть честным с собой не вестись на поводу как не банально бы это звучало но эта банальность работающая не вестись на поводу рекламы каких-то акций покупки по скидке у меня к тому соседа есть или у соседки айфона одногруппницы у коллеги прислала будто уже набившая с комнат тем не менее сколько людей влезло в долги в кредиты из этих странных телефонов да то есть я должен или должна тоже это купить вот этого делать конечно не надо это я буду постоянно эту банальность повторять потому что к сожалению работает в нашем мире закон стадных животных а мы все-таки стадные животные закон уподобления соревновательности зависти ревности стремление произвести впечатление и занять более лидирующее место в стадии ну так вот вот этот изумрудный уровень если вы будете купите даже малышевский изумруд малышевское месторождение в россии у нас казахстане тоже есть изумруды но не к сожалению не разрабатываются если приобретете уникальные длинные совершенно прозрачные изумруды из афганистана а кристаллы такие длинные как графитовые карандаши если вы приобретете изумруд зомбийский лиза мазамбика вы никогда не прогадаете можно подобрать бюджетный вариант он будет вам помогать оставаться более осознанной вашей честности и к себе тоже и ни в коем случае нельзя унижать собственную человечность те негативные качества которые вам даны вашими родителями генетика и свыше можно сказать природы кто атеист эти качества не являются негативными я вам скажу больше друзья в нашей с вами жизни не бывает ошибок есть шаги есть шаги вперед по своей судьбе но шаги либо к обучению осознанному либо к болевому обучению через страдания боль страхи потери разочарование кто не хочет осознанно учиться того волокут по этому пути так скажем насильственно и если мы позволяем себе с помощью священника психотерапевта психолога ну кому-то может нужен и психиатр в этом ничего страшного нет лучше сходить к нему чем оказаться с привязанным койке или же в тюрьме если мы будем честнее добрее относиться в первую очередь к себе позволять себе быть такими какими мы есть в рамках уголовного кодекса пожалуйста он будет говорить что карина сарсенова вам сказала что я вот хочу убивать старушек в лесополосе я пошел надо принимать себя таким как есть нет так пожалуйста не надо если вы будете любить себя на этом изумрудном уровне тогда ваши следующие шаги в плане инвестиций ваше благосостояние будет увеличиваться следующий уровень это уровень называется третьего глаза чакры между на переносице это уровень сапфира это уже уровень синего камня чакры имеет синий цвет это уровень нашего разума самые высокие гении самые страшные злодеи рождаются именно на этом уровне и здесь человек находясь на этом высоком уровне уже переходит планку человека или не человека нелюдя и начинается аспект служения и выход уже на седьмую чакру это чакра находится где-то в полуметре над нашей макушкой эта чакра соединяет нас со всевышним это соответственно чакру же в начале упомянутого белого бриллианта и как ни странно инвестиционную ценность имеют самые небольшие бриллианты которые ювелирами используются в обсыпке то есть вокруг центрального камня почему они всегда востребованы они продаются не поштучно а так надо на вес мешочка 2 но у них устойчивая цена и стоимость их постоянно повышается кстати стоимость цветных камней например турмалин парайба и других могут достигать до тысячи процентов годовых представляете никакой другой актив на земном шаре так не растет ни нефть ни золото ни серебро только цветные именно цветные драгоценные камни в том числе цветные вышеупомянутые бриллианты вот и связь со всевышним именно на этой связи мы можем обрести подлинное счастье и я хочу закольцевать мое выступление и сказать что подлинная инвестиция эта инвестиция конечно же ваше счастье потому что только счастливый человек может дать во первых этому миру те продукты которые другие люди будут покупать чувствуя ваше счастье в них желая к нему бессознательно приобщиться только такие продукты счастливых людей будут делать этот мир лучше уменьшать количество в нем насилия только такие счастливые люди будут дарить свое счастье другим людям и у них будет счастливая семья счастливый коллектив счастливы друзья и все это будет существовать на единой волне и только счастливый человек может сделать так чтобы окружающего люди если они даже не могут предотвратить войну то они избегут в ней участия они избегут ее последствий на уровне здоровья своих близких жизни естественно и своего бизнеса настоящее благополучие мои друзья это не просто деньги деньги это здорово они необходимы нужны это так красота которую мы можем видеть вокруг и в себе то душевное спокойствие гармония то умиротворенность даже среди бушующего циклона мощностью в максимально количество 5 баллов так красота которую мы можем дарить миру через добрые слова через любовь через все что вы можете подать своей маме или младшим братишку сестренки стакан или чашку теплого молока или чая главное чтобы там была ваша любовь и я желаю вам быть счастливыми и как я говорю в передаче избранные оставайтесь с нами с каспийским университетом спасибо